В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Во благо города молодежная палата при городской думе провела первое заседание. Сколько нас в России? Продолжается перепись населения. Россия возобновила авиасообщение с 10 странами. Куда можно полететь и на каких условиях? Далее расскажем обо всем подробно. Со следующего учебного года у граждан появится возможность бесплатно получить специальность в сфере искусств в качестве второго или последующего высшего образования. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила приема в ВУЗы, их перечень и список специальностей. Еще летом по поручению президента разработали закон, который предусматривает бесплатное получение творческой профессии. Продиктовано это тем, что часто люди приходят к такому решению с годами. В перечень специальностей включены режиссуры театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудио-визуальных искусств, композиция. Обучиться этим профессиям бесплатно можно будет в 10 профильных высших учебных заведениях. Сдавать ЕГЭ для поступления не понадобится. Зачисление будет проходить на конкурсной основе через творческие и профессиональные испытания и собеседования. По их результатам абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов, поступят на бюджетные места. Молодежная палата при Городской думе провела свое первое собрание. Она объединяет представителей различных организаций и предприятий, студенческих сообществ и спортивных федераций. 15 участников обсудили план работы и выбрали председателя. Представители ВНИЕ в профсоюзной организации, клинической больнице, медицинского колледжа, общественных объединений, СРФТИ, студенты филиала МГУ в Сарове и Саровского политехнического техникума. Члены молодежной палаты провели первое заседание, на котором познакомились, обсудили цели и задачи, регламент работы. Второй вопрос решили детально обсудить на заседании рабочей группы. Так как я являюсь председателем студсовета СРФТИ, я представляю все студенчество, и я думаю, я могу представлять интересы молодежи, очень большого скопления молодежи, и думаю, буду полезна для города, для развития молодежной политики в целом. Было очень интересно познакомиться с представителями других объединений нашего города, просто узнать побольше о деятельности молодежной палаты. Каждому участнику дали слово, нужно было вкратце рассказать о себе и о том, какие направления работы в молодежной палате ему интересны. Неловкость первого знакомства прошла довольно быстро, и обсуждения вопросов повестки порой превращались в настоящие дискуссии. Таким вопросом стало избрание председателя палаты. Путем тайного голосования выбрали двух основных кандидатов. Второй этап – открытое голосование, в котором победил Евгений Шестаков. Я являюсь сотрудником Федерального ядерного центра и руководителем Федерации технических видов спорта. Тон Сергей Чульянов нас правильно поставил, интересно провел плей-н заседания. Мы сегодня познакомились, выбрали руководящий орган. Второе заседание участники решили не откладывать в долгий ящик и провести уже на следующей неделе. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Саровский драматический театр «Выходные» представит зрителям новый спектакль «Свободный Тибет». История, созданная на основе рассказа Романа Михайлова про аутсайдеров, людей с особым видением, не вписывающихся в рамки обыденной жизни. Билеты в кассе и на сайте театра для лиц старше 12 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прокуратура Нижегородской области проводит конкурс на создание логотипа к проведению Международного дня борьбы с коррупцией в регионе. Принять в нем участие могут школьники и студенты. Можно сделать работу как индивидуально, так и коллективно. Версии логотипов принимают до 18 ноября по электронному адресу, который видите на экране. Миноборнауки утвердила список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в ВУЗы летом 2022 года, вплоть до поступлений без экзаменов. Такой перечень утверждают ежегодно. На этот раз в него вошли 86 олимпиад, из которых три новые. Это открытая олимпиада по экономике, Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада, Международная олимпиада по финансовой безопасности. Участие во всех олимпиадах из перечня бесплатное. Особняком стоит самая масштабная Всероссийская олимпиада школьников. Она проходит по 24 общеобразовательным предметам. Призеры и победители этого состязания получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет. Здесь главные льготы для ребят – поступление в профильные ВУЗы или на профильные направления без экзаменов. Профильные ЕГЭ можно не сдавать. Достаточно написать базовую математику и перешагнуть порог по русскому. Футбол возвращается. В выходные возобновят областной чемпионат. 13 ноября ФК «Саров» на своем поле примет с ШОР-8. Начало матча в 13 часов. 20 ноября пройдет перенесенный домашний матч восьмого тура. В этот раз соперником нашей команды станет «Темп» и «Скулибак». 27 ноября «Саровчане» отправятся в «Разамас», где сыграют на стадионе «Знамя». Это тоже будет перенесенный матч девятого тура. 13 ноября стартует новый хоккейный сезон. В этом году объединили прошлогоднюю высшую и первую лигу в одну – высшую. Это решение позволило разнообразить количество соперников, сделать сезон более интересным и насыщенным. Первый матч «Саров» проведет дома. Соперником нашей команды станет «Кварц». Начало игры в 13 часов. Вход для зрителей только по QR-кодам. Сертификат о вакцинации или сертификат об иммунизации. Канал 16 пройдет прямую трансляцию игры на своем канале в Ютубе. Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети, как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее. При этом спустя недели после выздоровления у детей может проявиться опасный постковидный синдром, рассказал врач-инфекционист Андрей Позняков. По его словам, мультисистемный воспалительный синдром – это самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей. МВС у детей проявляется не во время болезни, а через 1-4 недели после COVID-19. Позняков рассказал, что чаще всего коронавирусная инфекция у таких детей протекала в легкой или даже субклинической форме. Возможная причина развития МВС – гипериммунная реакция организма на SARS-CoV-2. Только в сравнении со взрослыми пациентами – отсрочная по времени. Инфекционист уточнил, что для синдрома характерны быстрые появления лихорадки с температурой выше 38,5 градусов, которую плохо сбивают жаропонижающие средства, и симптомы интоксикации. Более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. В числе других проявлений врач назвал конъюнктивит, изменение на слезистых рта, воспаление каймы губ, увеличение лимфоузлов, желудочно-кишечное расстройство, снижение артериального давления. В целом же постковидный синдром у детей встречается нечасто. В отличие от взрослых, чаще всего он проявляется усталостью, нарушениями сна, изменениями настроения, тревожностью и утомляемостью. Специфического лечения постковидных состояний не существует. Нужно соблюдать режим дня и правильно питаться. Экспертиза детской вакцины от коронавируса близка к завершению. Препарат появится в ближайшее время. За минувшие сутки в России выявили 39 160 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 778 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 60 человек. 9 ноября Россия возобновила авиасообщение еще с 10 странами. Снято ограничение на полеты в Нидерланды, Норвегию, Словению, Тунис, Оман, Иран, Швецию, Таиланд и на Багамские острова. Но пока Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России не принимают. Въезжать в эти страны могут только отдельные категории пассажиров, например, граждане Евросоюза, пассажиры, имеющие вид на жительство, супруги граждан этих стран, пассажиры с деловыми образовательными целями или целью лечения. На Багамы могут въезжать российские туристы только с ПЦР-тестами. В Иран, Оман, Словению, Тунис могут въезжать туристы с ПЦР-тестами и сертификатами вакцинации спутником ВИ, пояснили в Ассоциации туроператоров России. В Таиланде разрешили въезд вакцинированным туристам, признают спутник ВИ. Без карантина въезжать в открытые для туризма провинции Бангкок, острова Пхукет, Краби и Самуи, поясняет вице-президент АТОР Дмитрий Горин. При этом туристам придется сдавать несколько ПЦР-тестов. Кроме того, потребуется страховка, покрывающая заболевание коронавирусом на 100 тысяч долларов. Также с 9 ноября возобновили выполнение чартерных полетов на курорты Египта. Принято решение снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты в пункты Египта, города Хургада и Шарм-эль-Шейх. Ряд категорий россиян имеют право на назначение досрочной пенсии. Так, наряду с льготными условиями для работников, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, шахтеры, горники, спасатели и представители некоторых других профессий, на досрочное назначение выплат могут претендовать и другие категории граждан, напомнили в ПФР. Среди нововведений, которые вступили в силу с этого года, специалисты отметили право на досрочную пенсию для многодетных матерей. Возраст назначения выплаты зависит от количества детей. Основные требования – 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8 лет. Кроме того, еще в 2018 году в законодательстве появилась норма, дающая право выйти на пенсию на 2 года раньше за длительный страховой стаж. Для женщин – 37 лет стажа, для мужчин – 42 года стажа. Обращаем внимание, что изменения в законе не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которая назначается безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Граждане, потерявшие трудоспособность, сохраняют право обратиться за назначением пенсии независимо от возраста при установлении группы инвалидности, добавили в ПФР. До 14 ноября в стране проходит всероссийская перепись населения. Пройти ее можно с помощью переписчиков на дому, на переписных участках, по телефону или на сайте госуслуг. Каким способом воспользовались саровчане и зачем вообще нужна перепись – расскажем далее. С 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская перепись населения. Она должна была состояться еще в 2020 году, но ее несколько раз переносили из-за пандемии. В этом году есть три способа участия в переписи – встретиться с переписчиком и ответить на его вопросы, заполнить анкету на госуслугах и прийти на переписной участок. Социологи выяснили, что самый популярный способ участия во всероссийской переписи населения – самостоятельно заполнить переписные листы онлайн на портале госуслуги. В любом случае все анкеты остаются анонимными, Наряду со стандартными вопросами о поле, возрасте, гражданстве и месте проживания россиянам предлагается подробнее рассказать о занятости, владении языками, образовании, миграции и источниках дохода. Ко мне переписчица пришла, я ей все рассказал про себя. Чтобы знать, сколько людей живет в нашей стране, в каких регионах больше, в каких меньше, ну, наверное, чтобы распределить бюджет в нашей стране правильно. Нужно, конечно, знать, сколько населения в городе, а как же, или в городе, или в России. Это же обязательно надо. Учись, наверное, наши, как скажем, возможности, какие-то перспективы выстроить в связи с этим, посчитать людей, ну, наверное, просто элементарно. Вот. Ну, что, да, я участвовала. А вы каким способом участвовали? Ко мне приходил переписчик. С госуслуг у меня не получилось это сделать. Цель переписи на основе полученных данных – сформировать социально-экономическую политику государства. Так, например, после проведения переписи в 2002 году появилась программа материнского капитала. Предварительные итоги всероссийской переписи населения станут известны в апреле 2022 года. А по всем интересующим вопросам можно позвонить по бесплатному телефону горячей линии всероссийской переписи населения 8 800 707 20 20 ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 ноября. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 9 ноября – Всемирный день книги рекордов Гиннеса. В этот день люди со всего света совершают попытки поставить какой-нибудь рекорд для очередного выпуска. О самых знаковых и интересных достижениях, занесенных в книгу, расскажем далее. Кто-то испек самый длинный пирог, получил больше дипломов или даже отрастил супер длинные ногти. Учет разных рекордов ведут с 1955 года. С тех пор люди по всему миру стараются попасть в одну особую книгу – книгу рекордов Гиннеса, порой даже рискуя жизнью. Швейцарский экстремал Лассо Шале поставил мировой рекорд высотных прыжков. 58,8 метров мужчина преодолел за 3,5 секунды. Высоту прыжка можно сравнить с высотой Пизанской башни – 56 метров или Тауэрским мостом – 64 метра. Расстояние от вершины до озера он преодолел со скоростью 123 километров в час. Во время исполнения трюка Лассо не получил ни единого ушиба. Рекорды ставят не только на сушеную и под водой. В китайской провинции Чанша немец Том Ситос задержал дыхание под водой на 22 минуты и 22 секунды. К испытанию мужчина готовился долго и тщательно. Занимался фитнесом в бассейне, тренировал остановку дыхания и придерживался особой диеты из овощей и рыбьего жира. В результате ему удалось увеличить объем легких на целых 20% и приучить свой организм к длительному кислородному голоданию. Следующий рекордсмен со змеями и другими ползучими на короткой ноге. Джеки Биби 45 минут пролежал в ванной со 195 рептилиями. На страницах книги рекордов Гиннеса мужчина появлялся девять раз. К примеру, в 2008 году он держал во рту за хвост одновременно 11 змей в течение 10 секунд. Порой рекорды бывают немного чудаковатыми. К примеру, в 2017 году Кумар Махарана из Индии смог запихнуть в рот 459 пластиковых трубочек и продержал их там 10 секунд без помощи рук. Одним словом, попасть в эту удивительную книгу может каждый. Главное проявить упорство и немного фантазии, поскольку большинство рекордов книги придумали сами участники. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.